Всем привет, это канал Let's Code, меня зовут Андрей. Продолжаем разбираться со Spring, и у нас последний рывок перед деплоем. В этом видео мы сделаем так, чтобы сессия пользователя никогда не протухала, и добавим капчу. Но в самом начале нужно исправить ошибки, которые я допустил в прошлом видео. Как правильно заметили в комментариях, регистрация пользователя проходит нормально, но если мы попытаемся перейти по ссылке активации, которая приходит в письме, приложение у нас падает. Чтобы разобраться с этой проблемой, немножечко модифицируем наш код. Первым делом открываем класс user и удаляем поле password2, предварительно скопировав сообщение об ошибке, чтобы в второй раз не выводить. И соответственно, getter setter от этого поля. И в пакедже domain создадим новый пакедж, который будет называться dto. Закрываем класс и идем в registration controller. Видим, что у нас здесь высвечивается ошибка, идея не может найти поле password2. Пока что проигнорируем, немножечко переформатируем здесь. И перед полем user, чтобы не разрывать цепочку bin binding request и model, перед ним добавим requestParam, который назовем password2. У нас будет, естественно, строковый. Называться будет password confirmation. Confirm. Отлично. И здесь заменим наш password2 на passwordconfirm. Теперь нам нужно провалидировать ручками. То, что у нас passwordconfirm не пустой. И если у нас здесь ошибка, пишем model3bit и password2.error. Оставляем ту ошибку, которую мы забрали из аннотации валидации непустого пароля. Так как у нас теперь эта ошибка ушла из bind result, мы вынесем это в переменную. И с confirm empty. Empty первое. Сюда вставляем. Отлично. Ошибку мы пофиксили. Чем неплохо было бы убедиться. Запускаем приложение. Идем в браузер, смотрим, что получилось. Регистрируем нового пользователя. Как называться, он будет 9 для простоты. Копируем почтовый ящик. Получаем письмо активации. Переходим. И замечательные ошибки у нас нет. Проявим, что поле у нас валидируется. Да, confirmation пишет, что не должен быть пустым. Однако вижу, что у нас здесь еще одна ошибка скрылась. При переходе у нас исчезли сообщения. Идем на login page и дублируем блок с выводом ошибок авторизации. Единственное, что здесь заменим проверку на message. И, соответственно, этот message и будем выводить. Смотрим в activation, что у нас здесь. Да, все правильно. Message мы ожидаем. Единственное, что здесь неплохо бы еще добавить нам тип события, который у нас происходит. Пускай это будет message type. И сюда вместо сообщения мы будем вставлять тип события. У нас может быть успешная активация и неуспешная активация. Идем в bootstrap и смотрим. У нас есть зелененькие и красненькие блоки. Зеленый success и красный danger. Мы будем использовать для разных ситуаций. Если в successful activated у нас будет success type. Безуспешная попытка у нас будет danger. Берем наш message type. И вот здесь вот. И в alert будем подставлять message type. Ctrl-Shift-F9 в template. И его же в контроле. Ожидаем быстрые перезагрузки. Берем в браузер. И проверяем, что у нас теперь сообщение выводится. Отлично. Привышим код из not found. А при попытке авторизации плохие крынделя. Отлично. С долгами расквитались. Теперь приступим к прикручиванию капча к нашей форме регистрации. Использовать мы будем, как вы, наверное, уже догадались, рекапчу. Ссылочку на личный кабинет я скину. Но для того, чтобы вам прикрутить рекапчу, вам нужно зарегистрироваться в гугле, если, конечно, у вас нет учетки. И здесь нам нужно создать новые приложения. Регистрируем капчу на сайт свитер. Возьмем рекапчу 2. И здесь запишем localhost. Естественно, мы прочитали согласно со всеми соглашениями. Для отладки здесь в доменах указать, конечно, нужно localhost. Но если вы будете вместе с этой капчей деплоиться куда-нибудь, то здесь вам нужно будет на новой строчке указать название вашего сайта. Допустим, это будет свитер, ru, ua, by, com или любой другой домен, который вы будете использовать. Я оставляю localhost и нажимаю register. И здесь мне сразу какая-то аналитика выводится, которая мне сейчас не нужна. Пошаговая инструкция о том, как что делать. Ключи мы пока пропускаем. Мне Google подсказывает, что нужно взять, сначала подключить капчу к моему сайту. Введем наш command-шаблон и согласно инструкции подставляем его вперед закрывающим тегом head. Возвращаемся. Видим, что нам рекомендует подставить вот этот блок в то место в форме, где мы хотим видеть отображение капчи. Скопировали. Счежем нашу форму регистрации. И здесь у нас есть блок из регистра форм. В нем создадим div, который вставим этот div. Для отображения ошибок валидации, то есть капчу же у нас могут не отметить, мы скопируем только что созданный блок из логин формы и вставим ее здесь чуть ниже. Будем в этот диалог, аляртовый, выводить сообщение капчера. Потому что это у нас не какой-нибудь input и, соответственно, у него с отображением вот таких красивых месседжей будут проблемы. Единственное, что сделаем, немножечко поуже. И здесь, естественно, будет данжер. Если сейчас обновить template логина и common template, обновить страничку, то мы увидим, что у нас уже отображается капча. Только работать она не работает и не валидируется. Чтобы она все валидировалась, нам нужно подготовить нашу форму. Первым делом возвращаемся на гугловую страничку и читаем, что нам сообщают. Что нам нужно сделать запрос на какой-то URL, куда мы должны передать полученную gCaptchaResponse, переменную и наш секрет. Первым делом скопируем ключик. И добавим его к нам в формочку. Это будет капча-респonse. Еще нам нужно передавать наш секрет. Скопируем его и ставим в property. капча-секрет. Теперь нам нужно в контроллере получить этот секрет. Используем опять value, который мы уже активно пользуем. И пишем здесь reCaptchaSecret. После того, как мы имеем на руках секрет и ответ от пользователя, нам нужно запросить гугловый сервер методом post со всеми этими полученными нами параметрами. Для REST-опросов у Spring есть замечательный гайд, который называется Consuming REST. Давно мы с вами не пользовались гайдами. Пора наверстать упущенное. Ничего особенного делать здесь не нужно, кроме того, что создать DTO-класс, который будет получать ответ от гугловых сервисов. И заиспользовать REST-темплейт. Идем в наш MVC-конфиг и создаем здесь BIN, который будет возвращать REST-темплейт. Ничего дополнительного нам подключать не надо, но все у нас уже замечательно подключено к нашему проекту. Нам остается только этим воспользоваться. Определили BIN, теперь завтоварим его. REST-темплейт. Сейчас нам нужно подготовить запрос к серверу. Для этого нам потребуется URL документации. Он здесь указан у нас мелким шрифтом. Купируем его и создаем приватное статичное поле. Как еще URL? Сразу подготовим URL передачи аргументов. Здесь нам сообщается, что наши обязательные параметры должны быть переданы как параметры. Поэтому берем Secret Response и подставляем их сразу здесь. И в методе контроллера заполняем наш шаблон. Шаблонная строка. Сначала у нас идет Secret, а потом подставляем Capture Response. И полученный URL мы уже можем подставлять в REST-темплейт. Пост запрос от нас ожидает. Здесь Spring ожидает какой-нибудь объект для запроса. Нам передавать в пост запросе ничего не нужно, поэтому подсунем ему пустой лист, чтобы не возмущался. И далее от нас ожидают класс, который будет завернут ответ. Конечно, можно было бы запихать сюда Map, но будем действовать более честно. И в папочке Domain создадим новый пакетж DTO, в который у нас ляжет первая DTO, которая будет называться Capture Response. DTO, который мы начнем с аннотации JSON-Ignore-Properties и укажем, что мы будем игнорировать неизвестные нам поля. А среди известных мы опишем поля, которые нам указывает здесь Google. Переходим по ссылочке для детальной документации. Все ссылочки я приложу в описании к видео. И смотрим, что на запрос в виде Secret Response Google нам вернет что-то подобное. Success, Challenge TS и так далее. Нас отсюда интересуют только Success и Error Codes, чтобы можно было диагностировать как-то. Success у нас будет логическое поле. И с SetString у нас будет содержать Error Codes. Так как Google будет передавать нам строчку с Defice, а я его не поддерживаю на занятиях переменных, нам нужно еще описать здесь alias. С работой с Джексоном мы с вами будем более подробно ознакомиться, когда доберемся до REST Application. А сейчас завершим создание дитёшки, добавляем дитров и сеттеров. Возвращаемся в контроллер и подкладываем здесь наше Capture Response DTO класс. Через Ctrl Alt V создаем объект Response. Так, не тот класс, нам не для Entity надо, нам надо для Object. Делаем из этого переменную Response и проверяем, что если Response у нас неуспешный, нам нужно сообщить об этом пользователю. Modeled, Rebute, Capture Error. Закажем пользователю fill Capture, если у нас проверка была неуспешной. Также, чтобы у нас пользователь случайно не создался, пока Capture не заполнена, скопируем эту проверку и добавим ее в место, где мы аккумулируем и возвращаем все Validation Error. Перезапустим приложение и посмотрим, что у нас получилось. Создадим нового пользователя, копируем почту, пользователь у нас будет 7, вставляем почту, говорим, я не робот. В определенный момент вы встретитесь, скорее всего, с этой болью. Google перестанет верить, что вы человек и заставит вас отмечать на картинках всякие объекты. Добро пожаловать в мир боли. Наконец, он поверит вам, что вы не робот. Нажимаем Create и, кажется, наш пользователь был создан. Да, Activation Code пришел. Попробуем сейчас создать пользователя без ввода Capture. Идея, должен ругнуться. Да, fill Capture говорит. Зачем мы добавляли поле Error? В принципе, вы можете сделать вывод из него пользователю, но только пользователю это ни о чем не скажет. Здесь, скорее, нужно вам как-то сообщать вам, что у вас какая-то ошибка. Но во время отладки вы хотя бы сможете увидеть, в чем у вас здесь ошибка. На респонс кодах Google вам вернет 11 из 4 ответов. 5. Расшифровка, к которым хранится здесь. Ну, в принципе, и по названию. Понятно, что происходит. А пользователя вы такими сообщениями, скорее всего, просто напугаете. С Capture мы разобрались. Теперь перейдем к тому, что многие очень сильно просили. Это Remember Me. Сам Remember Me настраивается тривиальнейше. Мы заходим в WebSecurityConfig и просто добавляем в секцию End Remember Me. Все, Remember Me настроен. Что это означает? Это означает, что даже если сессия в сервлек-контейнере протухла, а я напомню, что у нас по умолчанию используется там кат, то Spring все равно будет искать по полученным от вас идентификаторам ваши настройки и попытается вас авторизовать повторно. Это все чудесно и замечательно, и работает почти всегда. Кроме отдельных случаев, когда вы выполняете перезапуск приложения или у вас запущено несколько серверов вашего приложения. В такой ситуации информация о сессии, скорее всего, будет потеряна, и неплохо было бы где-то ее хранить. Хранить можно в каких-то внешних кешах, типа Hazelcast, Redis или чего-нибудь еще, а можно в базе данных. Так как этот кейс наиболее простой не требует установки чего-либо дополнительного, мы с вами так и поступим. Мы используем Spring Session для GDBC. Здесь мы опять копируем зависимость. Я ее приложу с ссылочкой в описании, так же как ссылочку на эту документацию. Идем в наш POM-файл и добавляем эту зависимость в блок security. После этого нам нужно добавить пару пропертей в наш application property. Их я также приложу в описании к видео. И здесь нам нужно, на самом деле, всего две проперти. Первая это initialize schema, где мы embed заменим на always, что означает, что Spring Session возьмет на себя все хлопоты по созданию таблицы для хранения сессий. Мы можем сами создать эти таблицы, но так как мы не управляем этим кодом, пытаться отвечать за структуру базы данных не очень правильно. Поэтому пускай заботится сам. И вторая переменная это имя таблицы. Мы могли бы, в принципе, и на это закрыть глаза, но так мы хотя бы будем точно знать, что таблицы у нас называются Spring Session. И сами будем избегать такого названия. Этого всего достаточно. Теперь просто перезапускаем приложение. Возвращаемся в наше приложение. И пробуем авторизоваться. Admin. Видим, что пользователь у нас авторизован. И теперь попробуем посмотреть, что у нас получилось в базе данных. Видим, что Spring у нас создал две таблицы Spring Session и Session Attributes. И видим, что у нас в таблице уже хранится сессия нашего админа. Что означает, что бы мы теперь ни делали с нашим сервером, сессия у нас будет храниться в базе данных. И установить сервер ее сможет без всяких проблем. На этом мы, пожалуй, сегодня остановимся. В следующем видео рассмотрим деплой нашего приложения на боевые сервера. Пишите свои комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь. Делитесь видео в социальных сетях. Приходите общаться в группу ВКонтакте. Ссылка в описании под видео. Всем спасибо. Всем пока. Как я устал тебя заполнять.